Всем привет! Вы снова на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре ноутбук от компании HP. Это довольно-таки неплохого качества собранный ноутбук, мультимедийная машина. Строен на базе платформы Intel первого поколения. Самое интересное то, что здесь у нас Core i7 стоит, Q702, 4 дра по 1,6 ГГц и у нас полноценный 4-ядерный процессор 45 Вт. Нравится в этом ноутбуке то, что как сделала система охлаждения HP. Здесь вроде бы у нас ноутбук, обычно я знаю, встречался в процессоре 45 Вт, они просто печка и для них нужно специальное охлаждение. Здесь в принципе ничего сложного нет в охлаждении и ноутбук довольно-таки еще тихонько работает и неплохо справляется со своим охлаждением. Ноутбук долго не работал, потом работали на нем, потом он снова стоял, заглючила батарея, то есть ушла, наверное, в режиме какой-то защиты или что, нужно пробовать прошивать ее, потому что она не определяется в данном ноутбуке. Внутри, когда разбирал данный ноутбук, то оказалось, это, наверное, первый ноутбук, который за сколько лет реально чистый. Единственное, что забита была система охлаждения. Дальше видео вы увидите это дело. Классно сделано, то, что я говорю, мультимедийная машина, металлический корпус, то есть выходит полуметаллический корпус. Верхняя часть это у нас алюминиевая крышка, вот так вроде бы сделано, с красивыми полосами. Здесь такой значок HP, у нас не светится HP, как было у меня в обзоре. Это DV6 моделька, у меня в обзоре несколько таких моделей было, но они немного отличаются от этой модели. То есть, с виду они практически похожи, но там немного нюансы есть с конструкцией. Даже внутри, когда разбираешь, что-то наподобие есть такое похожее и в этом ноутбуке. В задней части у нас только видно батарейку, вот, все, какие это. Дальше, с левой части у нас вот система охлаждения, затем у нас выход, гибитный Ethernet, HDMI, понятно, но ЕСАТО спаренный с USB, USB дополнительный еще один, два аудиоразъема, микрофон, наушники и карт-ридер с этой части. Заметим USB 3.0 еще нету, у нас тут HM55 чипсет. Спереди у нас выходит звук, у нас вот Dolby Advanced Audio, LT Cleansing. Справа еще один USB 2.0, DVD-привод, за ним два индикатора, первый индикатор включения, второй индикатор боты с Winchester, третий у нас идет уже USB, за ним идет подключение блока питания с индикатора заряда, разряда батареи, вот в этой части. Затем идет у нас противогоночка, все, в этой части все. В нижней части у нас выходит, вот крышечку я снял, в принципе в разборке данный ноутбук несложный, потому что думал, что там заморочки будут, вот так он находится. То есть у нас доступ до самого системы охлаждения нету, нам нужно разбирать полностью ноутбук, чтобы добраться вот до этого кулера. В нижней части у нас Windows 7 Home Premium наклеечка, без проблем вставится десятка под этот ключ, даже 11 может попробовать поставить, но есть нюансы из установки, вот по кругу где есть все разъемные, у нас это все дело подписано. По кругу есть также винты, эти все винты раскручиваем, под крышкой также раскручиваем, у нас доступ есть, все, потом все это дело поддеваем, ничего, с другой стороны не нужно раскручивать, оно все тут разбирается, то есть просто легко сделано. То есть у нас есть вот привод снять, с ним у нас и подписано таким значком клавиатура, которая крепится в винты, раз, два, и тут батарейку еще один нюанс. Натареечка у нас нечпишна, как всегда тут модельку, наверное, не увидит, 10,8 вольт, 55 ватт-час. Не пишет, 2010 год у нас ноутбук. Зато тут полный фарш написано, модель данного ноутбука 96-3040 ER. И здесь полный, интересно, у нас тут и Aorus, вот, Wi-Fi, Bluetooth, там, в сети Broad Command есть. Aorus у нас выходит, Wi-Fi модуль, вот в этой части находится. Bluetooth, заметим, вот в этой нижней части, когда мы разберем эту крышку, я вам, в принципе, покажу, где находится. Затем у нас две планки оперативной памяти по 2 гигабайта, 1333-й частотой. Дальше у нас видно, вот, 7200 винчестер, чтобы его снять, ему нужно, вот, такого поддеть его, вещь, пиво, ну, все на шлейфу, на Segat Monument 7200. Просто занимается, и самое интересное то, что здесь 7200, и со временем 7200 быстрее изнашивается, потому что скорость у нас более быстрая. Зато тут именно система-то амортизация лучше, чем у других ноутбуков, потому что вон и по краям на ретиновых таких прокладочках. Из-за этого винчестер меньше страдает нагрузки, удара, там, в процессе работы. Теперь у нас тут есть батареечка поменять, то есть, вам не нужно будет разбирать полностью весь ноутбук, чтобы поменять батареечку, просто, вот, здесь отсчет, ну, и CR2032, и все, никаких проблем нет. Есть еще вентиляция, здесь, в этой части, у нас находится, вот, самое охлаждение процессор. Забивается вот эта часть, по-любому, начинает перегреваться, если у вас такие дела происходят, значит, вам пора разбирать и чистить ноутбук. Говорю, в идеальном состоянии, здесь даже пленочка есть, вот, в этой части. Заметим, в верхней части у нас, вот, такая, глянцевая матрица, HP True Vision, HDM-камера, два микрофона, индикация работы под камеры, резиновой прокладочкой, раз, два, три. Три резиновой прокладочкой, со временем просто рассыпалась. Здесь, HD-матрица 1368х768, HP-значок, рамочки не такие уж грубые, как в некоторых ASUS ноутбуках. Внутренняя часть у нас эта тоже 6 типа, сделана под металл, ну, точно, чей это металл, ну, не знаю, нужно пробовать, не скажу вам. Петли вроде бы держатся, клавиши включения, нет калькуляторной клавиатуры, здесь в BIOS выставляется функциональная клавиша уже по-современке, на 2010 год, это было уже круто. То есть, вы можете выбрать, либо через функциональные клавиши выбирать, либо мультимедийный. Мультимедийный включается в BIOS, и, в принципе, вы нажимаете, там, сразу не надо FN-ку зажимать. То есть, это дело, можете, там, отключать звук, там, отключать Wi-Fi, там, включать Wi-Fi, это такое дело. Кроме того, это есть вот в этой части дополнительные, типа, мультимедийные клавиши, это у нас запуск этого калькулятора, что там работа на принтер, браузер, HP-шный какие-то софт, почта, это всё. По FN-ку я могу рассказать, что FN-F1 у нас это справка, F2 у нас меньше яркости, F3 больше яркости, F4 у нас внешний монитор, вывод, F5 предыдущий трек, F6 плей-пауза, F7 стоп, F8 следующий трек, F9 меньше, F10 больше громкости, F11 включение звука совсем, F12 переключение на Wi-Fi моду, либо там Bluetooth отключение-включение. Также у нас отдельные клавиши, есть блокировка, наверное, я так думаю, что заблокировать ноутбук, типа, и крышку закрытия, там, переходь, блокировка. В 30-м принт-скрин есть, здесь всё, в принципе, всё, поэтому функционал нет. Нет ноутблока, не вижу, то есть, тут, как бы, такой калькуляторной клавиатурой нет. Ну, такой, здесь так тоже красивенько, это всё перфорировано, выразено, тоже вообще классно сделано. Тачпад уже более такой современный, типа, разделены клавиши, уже по-современному сделаны. Есть индикатор отключения тачпада, лево-право клавиши, не совсем мне нравится, ну, как, ну, где-то какая-то золотая середина. В правой части наклейки Core i7, мобильный график премиум, пятитысячный график, а точно какая, не скажу вам, потому что она не показывает. Нужно смотреть в интернете, конкретно по этой модели, какая установлена золотая графика, потому что сама программа показывает просто HD 5000, я думаю, какая-то там 5650, типа такого плана. Windows 7 наклеечка и сканер отпечатков пальца, как бы, так, так, в принципе, всё, поэтому всё, сейчас будем включать, ну, биос, блока питания я с собой не брал, ну, подключил свой универсальный, ну, там 90-ваттный блок питания, то есть, как бы, так, проблема должна быть с включением, здесь можно посмотреть, в принципе, есть вот блок питания у нас, интересный, 18,5 вольт, 6,5 ампера, то есть, как бы, итак, внутри DV6, это, в принципе, уже не первый раз её, DV6 у меня на обзоре, ну, тут именно первое поколение, и, ну, вот, так как говорили, долго лежал, потом работали, потом снова долго лежал, короче, батареечка заглючила, там, наверное, прошивочку нужно, внутри реально чистый ноутбук, разбирается он несложно, в принципе, снизу просто все винты откручиваете, сверху снимаете клавиатуру, всё, ну, здесь совсем ничего не нужно раскручивать, внутри плата, вот, классно, что все шлейфы подписаны, вот именно, вот, когда, не шлейфы, а именно, когда подключать, что именно, куда, в принципе, вот, распаяны чипы на видеокарту, 1 гигабайт DR3, здесь, вроде, так, видно, вот, спикер, блютуз и USB, вот это всё, что вот, отсюда, вот, идёт в эту сторону, в правую, здесь видно, что, говорят, что это сильно перегревался компьютер, ну, да, он будет перегреваться, потому что вентиляция у них снизу есть, всё-таки внутри видно, что чистенько, это, наверное, первый ноутбук, который, у меня на разборке реально идеально чистый, потому что, ну, все остальные ноутбуки были просто кошмар, кошмарные, и здесь всё равно, через эти отверстия пылюка заходит, и видно даже вот, вот, в этой части есть забитые, сейчас это всё разберу, перевертаем в этой части, у нас тут всё видно, две трубки, одна трубка идёт на процессор, кстати, процессор топовый, 45-ваттный, первое поколение, Q820, вроде, отдельная трубочка маленькая на видеокарту, распаяна здесь, под этой крышечкой, скорее всего, будет нормально по лючке, сейчас мы это всё разберём и посмотрим, вот, в принципе, видно это всё дело, вот, причина перегрева, самое интересное то, что, в принципе, вентилятор очень тихо работает, как ни странно, это может показать первый ноутбук, в котором стоит 45-ваттный процессор, и он реально не сильно шумит, ну, скорее всего, что реально ноутбук не работал, и здесь видно, что это полностью, эта решётка забита, то есть, пока процессор не нагревается, вот, до, как это, там, 80 градусов, в принципе, ноутбук ещё нормально работает, только он нагревается в нагрузке до 80 градусов, всё, система начинает тормозить, всё, начинает лагать, всё, эта работа, это первая причина для того, чтобы сделать вам диагностику вашего ноутбука и почистить ваш ноутбук вот это всё дело. Так, крышка матрицы открывается у нас на 45 градусов, то есть, не полностью, как более модный бизнес ноутбука, и посмотрим биос, у нас ревизия Insight H2O, 3.5, HPD, DV6 ноутбук, 2010 года, i7 Q720, походу тут турбо-режима нет, у нас 4 ядра по 1.6, на 1 гигагерц 1.6, 4 гигабайт оперативной памяти, BIOS F07, возможно, есть новее, нужно смотреть, завода, видно, предустановлена Windows 7 операционная система, но она была выброс на диске, на диске её уже стёрли, кстати, насчёт клавиш, хотел сказать, вот есть индикатор, есть индикатор клавиши, то есть, отключение звука, Wi-Fi и вот три подсветочки, есть такое дело, интересно. серийные номера, дальше у нас тут security стандартно, диагностика, можно сделать винчестера, памяти, это такая утилита HP есть, так, системные конфигурации, выбор языка, виртуализация, on power 7, fan always on, то, что я говорил, fan always on, это тогда работает, когда, например, вам нужно остудить вашу, ваш процесс, если выключить это дело, будет вентилятор работать на полную катушку постоянно, то есть, в таком выбор лучше выбрать так, action key, это то, что говорю, мультимедийные клавиши, если здесь нас включена она была, то у нас работает мультимедийные клавиши, но это для обычного пользователя, для таких, более такие продвинутые пользователи, конечно, лучше использовать через fn, вот options, тут выбираем, чего грузиться вам, нужно вам сети, флопики, там еще, ну, здесь вот можно выбрать флешку, но здесь не обязательно, можно здесь выбрать флешку при установке windows, ну, можно просто при включении ноутбука, зажимаем клавишу F9, чтобы зайти в bios, надо F10 нажать в HP, кто не знает, так, выход и все, в принципе, перезагрузка, и смотрим, так, смотрим по характеристикам, у нас Windows 10 Home, домашняя версия, процессор Quad-Core i7 и 720 QM, выше тут, часто тут 1466 МГц, может все-таки есть там turbo до 1.6, точно посмотреть, нужны характеристики на сайте, точно уже не помню, HP Pavilion DV6 у нас, чипсят его уже говорил, это у нас HM55, 4 гигабайта оперативки, bios 2010 года, на пятом и седьмом, графика у нас на 1 гигабайт имеет DDR3 памяти, чему, ну, тут, а, оно уже было запущено, такие характеристики, у нас 40 нанометров, 2010 год, 400 инфицированных шейдеров, заполнение пиксельное 4.4, пиксель 11.0, 128 бит, Hynix память, 1 гигабайт, тактую частоту 550 на 800, BIOS, то есть версия драйвера 15.2.0.1, 2000 под Windows 10, поддержка OpenCL, Direct Compound, OpenGL 4, графика у нас одна, то есть процессора нету отдельной Intel графики, работает так, матрица LG Philips, CLP-156WH2-TLQB, 15.6 дюйма, хорошая матрица, довольно-таки, я уже не раз ее увидел в ноутбуках, хорошо, нормально показывает, так, звуковой адаптер у нас есть в HDMI, радионовский, кроме этого у нас ADT-92HD81B1X, это у нас график, даже не Realtek, есть специальный драйвер, вот это делал, так, вот такие вот настроечки тут есть, прикольные такие настроечки для этого всего дела, так, 5-е поколение эту чипсет у нас, 3-4 серии, даже, да, 5-я серия у нас, Seagate ST9500420RAS, 500 ГБ 7200 SATA2 скорость, HP, CD9D, Airweb, привод TS-L633N, смарт у нас нормальный, ноутбук мало поработал, так что так нормальный, так, сетевой адаптер Wi-Fi у нас, AERUS ART-9285, Realtek и гигабитный Ethernet, кроме этого у нас есть Bluetooth, еще, но я думаю версии где-то, наверное, 3-0, BIOS F07, электропитание, тут полный бред показывает, потому что батареечка реально не определяется, просто нужно и прошивочку сделать, так, по датчикам, простой, в принципе, были неплохие эти результаты, ну, 60 градусов, но это для первого поколения нормальный результат, не более у нас 45 ватт, при том, что я уже почистил систему охлаждения, потому что там, если дать ей было чуть нагрузочка, там 80 градусов, я просто троллера, троллилась система, так, поддержка у нас SE4.2, нет шифрирования VX, это у нас первое поколение, так что 45 нанометров, 45 ватт, 1 из 6, здесь пишет 1 из 466, ну, типа так, у нас 4 ядра, 8 по току, то есть, типа, как 8 ядерный процессор, ну, на сегодняшний день это хороший такой процессор, ну, как относительно, можно сказать, так, системная плата, с 5D на 2, две планочки Samsung на 1333 частотой, а 9, 9, 9, 24 таймингами, поддержка у нас частоты максимум 1333, оперативной памяти максимум 8 гигабайт, то есть, две планки по 4, можете свободно поставить, 45 нанометров, но двуканальный режим сейчас работает, вот, звук на отдельном мосту, кроме этого, есть, вот, Realtek-овский, сетевой Realtek RTL 80-68D, 81-11D, так, BIOS FN07, возможно, есть BIOS еще на сайте, но у меня уже не было времени смотреть на это дело, пятитысячная графика, каталист 5,7, 5,7, 1, 5,8, 5,9, тут все пошло-поехало, то, что ставит 5,11, ребята, то, что ставит официально в центр обновления Windows, ну, и он, в принципе, нормально, стабильно работает этот драйвер, даже отдельно скачивать не нужно, здесь вот такие есть режимы неразберегающие, под видеокарту, PowerPlay, AT, графика поддерживает 11-ый DirectX, и, в принципе, на сегодняшний день это еще нормальная ситуация, Smart, вот, уже есть много ошибок, есть, потому что, видно, нормально он не выключался, вот, можно без батареи, блин, вырубался Windows, есть такие дела, но пока, SmartTock, 37 температура, здесь все хорошо, по чтению, посмотрим, у нас должно быть тоже все отличненько, 4К, в принципе, думаю, я должен потянуть данный MacBook, потому что у нас хороший процессор, если графика не вытянет, то процессор вытянет, так, у нас, и понятно, это двухканальный режим, но вот такие 17,5 тысяч, это не 20, потому что это первое поколение, второе поколение уже будет по 20 тысяч показывать, чтение, если сравнительно приблизительно осемный процессор, или i5, может быть так, вот, тут 12, тут хромает, тайминг, интересно, 8, 9, 9, 24, DIM-TCR1, выходит, где-то тут даже лучше стало, восьмерочку поставило, да, 16 тысяч, чтение самое лучшее, 16700, задержка где-то, я думаю, средняя будет, потому что у нас 9 тайминг, 1333 частота, конечно, эти все тесты не всем интересны, да, даже не вкладался 96, даже не середина, уже где-то выше середины, не всем интересны эти системы, но они наглядно показывают, на что способен ваш процессор, сейчас запустил, он тут 16700, ну вот уровень 4 ядерный компьютерный, когда делаешь тест, какие-то движухи начинаются, частоту такую показывают, возможно, вот этот турбо режим, это каких-то там 150 мегагерц, 1.6, грубо говоря, уровень более таких процессоров, ну вот серединка, в принципе, неплохо сочинить, по матрице можно, так, 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 есть там такое выцветание, но небольшое там только такое, так, ну, хорошие цвета, потому что у нас глянцевая матрица, она ночью будет отличной, днем немного будет давать света, ну, так, по тесту можно минимальные настройки ставить, ну, потому что у нас графика какая-то начального уровня, я думаю, что на минималке он нормально выставит, пробежит хороший результат, по идее, должен быть, сейчас запустим, посмотрим, так, стартануло хорошо, 200, даже 300 максимальных EPS, ну, у нас вот процессор вот такого, ГПУ полностью даже не нагрузил, ну, пока танки не появились, ну, насчет звука, по идее, должно все быть отлично, сейчас я выкручу максимум, четкий фут, здесь высокий, немножко середина, середина есть, немножко бас, немножко, очень много, но есть, так, у нас 64, средний, ну, сейчас 60, 70, ну, минималку можно, даже попробовать можно на на средних настройках, потому что у нас геобайт видеопамять имеет, ну, я думаю, сейчас там будет чуть ниже, то есть на стандарт и вообще в майк будет у нас все отлично, заместим, частота 1463, турбо, даже не видно, сколько турбо, это 1600, все ядра работают, вот такой вот, загрузка, видеокарты 80-90%, то есть она, по идее, должна быть, даже средний потянуть, 98 вытащил, тут что-то чистоту эту нереальную 300 МИАЭС показывает, она должна быть больше, 2.4 геобайпа, из 4, ну, там плюс провод, программа запущена еще, да, 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 да. Я думаю тысяч, будет так 15 точным баллом, Ну просто без проблем, вытягивает, даже не грузится на полную катушку, всего лишь 30 процентов, то есть запаса не хватает, хотя частота невысокая в данном процессе, но хватает для такой простой задачи. Не сильно греется, еще 70 градусов, даже 80, пока не тролли. Не, один с половиной тысяч. Ну я попробую еще сделать средний тест, сейчас попробуем еще запустить 4К видео, посмотрим еще, попробую еще тест сделать один. Так, на средних все дуже печально, какие-то вообще результаты или что-то там показывает процессор, что-то непонятное. 15 fps. Короче, на средних он не витягивает, какой-то непонятный глюк. Реально тормозит. Грет показывает. Дальше, наверное, не будет тестить, потому что что-то непонятное. 4К Прогружается. Прогружается. Немножко есть маленький тормоз. Есть. Прогружается он такой. Ну вот не успевает загрузить через Wi-Fi, скорее всего, модульный вытягивает. Либо мой Wi-Fi. Вот так вроде бы картинка не дергается, но единственное, что она прогружается. Возможно, это еще винчестер, SSD будет быстрее, это все обрабатывается. Но зато нагрузка на процессе просто идет по питанию. Сложно посмотреть, включить. Да, тяжело стремится, конечно, можно попробовать. Это, кстати, у нас 60 fps я включил. То есть, если не 60 fps, то он меньше, чем 4К, он тянет, крутится. Ну, 30 fps точно без проблем будет нормально тянуть. В принципе, не без всяких. Все, всем спасибо за просмотр. Это был DV6 HP в очередной ноутбук с качественно собранной, с хорошим увлажнением, вентилятором. Немного шумноватый в процессе. Ну, а так, в принципе, классно все. Работает даже за 11 лет. Довольно-таки в хорошем состоянии сохраняется ноутбук. Подписывайтесь на группу Computer Technology на Facebook, Telegram канала Computer Technology. Пишем комментарии. Все, всем до новых встреч. В комментариях я не всегда успеваю их ответить. Потому что много работы и я забатываюсь немножко. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok